По данным Украинской миграционной службы, с 2014 года по 2017 к ним обратились более 10 тысяч россиян. Из них два десятка человек получили статус беженца, а гражданами Украины стали более 6 тысяч человек. В их числе Илья Богданов. Вообще знать не знал, где Украина. Кто бы мне сказал, что я сюда поеду, я бы ему плинул в лицо. Потом началась война. Я поехал воевать именно за Украину и вообще против всего этого архаичного зла, которое вообще существует на планете, сейчас в путинском режиме. Илья Богданов – бывший офицер ФСБ. В 2014 году приехал на Донбасс воевать в рядах нацгвардии. В России он тоже числится в розыске. Родные и друзья отвернулись. Общаться с ним дело опасное, рассказывает Илья. За время пребывания в Украине на его жизнь покушались дважды. Это чтобы боялись так поступать. Это чисто информационное запугивание. Чтобы таких казусов, таких ошибок и сбоев в системе не происходило, нужно показывать, что достанут везде. В 2015 году Илья Богданов отдельным приказом президента Украины получил гражданство. На военную службу решил больше не возвращаться. Открыл собственное дело – бар корейской кухни. Так. Вот это что у нас? Так. Это получается сам пинсе с корейской морковкой. И самый традиционный вообще фундаментом корейской кухни – это капуста кимчи. Ну и соус тоже традиционный, корейский, соевый. Я кучу раз слышал о том, как тяжело открыться, как тяжело вести бизнес в Украине. Вот это вот. Ну вот людей, у которых ничего нет. Вот обычно люди, которые никогда не занимались бизнесом или такие, у них все очень плохо. Ну, на самом деле, никаких проблем особых не было. Владимир Ионов – первый россиянин, которого в 2015 году завели дело по статье Уголовного кодекса России за одиночные пикеты и антипутинские плакаты. Ионов вместе с женой был вынужден уехать за границу. Выбор пал на Украину. Но и в Киеве он не устает протестовать против режима своей страны. Ну, пару-тройку раз я выходил, у меня есть плакаты. Я вот выходил к вокзалу. Люди, если вот в Москву едут и фотографировали, привезут, бросят в интернет. Вот вся надежда. У меня и с этого начало. Мне же спокойно давали там стоять, пока не стали расходиться плакаты в интернете. Владимир Ионов получил статус беженца. Пока не работает, а поправляет здоровье. Дело в том, что я до сих пор решаем проблемы, потому что проблемы… Какие? Ну, какие? Хотя бы материальные проблемы. У него арестованы пенсии? Арестованы пенсии. У него самого не могут арестовать, а пенсию могут? А другого я что? Я другого ничего не могу. В Россию он с женой возвращаться не планирует. Супруги не верят, что в ближайшее время политическая ситуация на родине изменится. И там для оппозиционеров будет безопасно. По данным Украинской миграционной службы, с 2014 года по 2017 к ним обратились более 10 тысяч россиян. Из них два десятка человек получили статус беженца, а гражданами Украины стали более 6 тысяч человек.